Всем здоровьица, уважаемые! Хотя мы знаем, что обработанные продукты питания это плохо, эти деликатесы, мягко говоря, по-прежнему остаются нашими любимыми. Обработанные продукты, фастфуд, ГМО, продолжают, конечно же, вредить нашему организму. Эти продукты изменяют наш уровень PH, да, просто ужасающей степени. Человеческий организм должен быть щелочным, но мы идем против природы и создаем кислую среду. Кистое значение PH влияет на иммунную систему, организм становится склонен к различным заболеваниям. Итак, наиболее популярные и правильные щелочные продукты. Швейцарская мангольд, то есть листовая свекла. Это один из самых сильных щелочных продуктов, который защищает нашу систему от вирусов, бактерий и свободных радикалов. Едем далее. Вкуснейшая дыня. Дыня имеет удивительное значение PH. Оно равно 8,5. Добавьте этот фрукт в свой рацион и всегда наслаждайтесь его свежестью. Арбузы, кстати, тоже очень полезны. Этот фрукт с высоким содержанием клетчатки содержит 92% воды. Что ж, дальше, конечно же, наша всеми любимая гречиха. Если вы до сих пор употребляете пшеницу, это, вероятно, потому, что вы еще не пробовали гречку. Хотя, кто из нас не пробовал гречку? Ее питательные вещества обеспечивают вас энергией на весь день. Ешьте больше гречки, чтобы укрепить свое сердце и поддержать оптимальную функцию сердечно-сосудистой системы. Движемся дальше. И это, конечно же, незаменимое оливковое масло. Оливковое масло содержит больше витамина Е и жирных кислот, чем любая другая пища. Именно потому ежедневное употребление, ну, конечно же, в небольших дозах оливкового масла пойдет только на плюс организму. Дальше. Семя льна. Эти семена очень щелочные, с высоким содержанием клетчатки и богатыми витаминами Е. Их противовоспалительные свойства также помогают в снижении предприливов у женщин в период менопаузы. Дальше ем. Вот, может, из дорогих или модных, но плоды авокадо. Они очень насыщены вот такими мононасыщенными жирами, которые укрепляют сердце. Кстати, бананы тоже удивительный фрукт с высоким содержанием антиоксидантов. Дальше у нас идет наша любимая морковушка. Морковь содержит бета-каротин, известный своей способностью улучшать зрение. Чеснок, например, тоже регулирует артериальное давление. Брокколи снижает уровень холестерина. Виноград. Виноград содержит поливитамины и антиоксиданты, которые прекрасно подходят для пациентов с артериальной гипертензией. Ананас. Подходит, например, для потери веса. Ростки люцерны. Ростки легко усваиваются и богаты ферментами, которые обеспечивают нормальный гормональный баланс. Лимоны. Лимоны являются наиболее щелочным продуктом. Этот цитрус предотвращает простуду, кашель и грипп. Грейпфрут с высоким содержанием витаминов А и С. И вообще, грейпфрут, все-таки все профессионалы в области похудения заявили в один гол, что грейпфрут это идеальное средство для борьбы с лишним весом. На этом пока у меня все. Более детальная информация на нашем сайте Астроумно. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube-канале. И помните, что лучшая терапия это, конечно же, профилактика. Всего наилучшего, не болейте, услышимся.